Здравствуйте! Сейчас на часах 10 часов дня. 10? Да, ровно. Пятница. Таня должна была начать работу в 9 часов утра, то есть час назад. Ей добираться до работы полтора часа. В общем, в чем прикол? Она проснулась и нехорошо себя чувствует. Я говорю, ну, нехорошо чувствуешь там температура, все такое. Оставайся типа дома. Нет, надо идти на работу. Я ее уговаривал, понимаете? Я ее уговаривал, уговаривал остаться дома. Это кого надо уговаривать? Остаться дома и не идти на работу? Я такой вообще первый раз вижу. Нет, уперлась и все. Все-таки идет на работу, блин, 2 часа поработать, но надо. Я сказала, что я не могу совсем не пойти на работу. Ну да, я буду умирать там температура. Нет, мне как бы сейчас легче и нормально. Я пойду. Вот. Ну не знаю, просто нехорошо получится как-то. Не знаю. Вот. Ну да, он один короткий. Я иду такой. Это, получается, если сейчас 10, пока приду, такой 10. Вот, 11 с половиной или двух коротких. Ну, ты будешь работать два с половиной часа. Все. Короче, я сейчас тоже выхожу. Прончаешь? Да. Ну, я сейчас собрался. Я пойду в Супер и пойду еще кое за чем. Поэтому, когда Таня... Загадочный. Да. Когда Таня придет, она такая, придет и такая, вау, как красиво. Ты купишь этого. А я ничего не скажу тебе. Я не знаю, что я куплю. А что я куплю? Сушку для белья вот этого. Ничего красивого. Так что нет. Вот. Мы сейчас будем собираться, точнее обуваться и выйдем. Я Таню провожу и потом еще в магаз пойду. Кстати, сегодня будет социальный эксперимент с котами. Я проверну кое-какую тему. Потом покажу. Вот. Они с утра это делали. Секретики. Вот. Интеришка. Карнавал. Карнавал. Праздник Пурим. Пурим это как израильский Хэллоуин. Только тут наряжаются не в страшные вещи, а просто в разные наряды. В разные наряды, да. И праздник маленько другой. То есть... Не, ну в смысле та же суть, что типа там наряжаются и тут наряжаются. Углубляться не будем, но как бы что... Но поводы разные. Ну да, это не важно. Главное, что и там, и там они... Да, и на работе нас тоже заставили переодеться. И мы как дебилы. Они единственные со всего центра переоделись. На меня люди вообще не обращают внимание в плане, что я с ними здороваюсь. Они шугаются. Я с ними здороваюсь как бы, а они не реагируют. Такие... Кто это? Не уходят. Я тебе говорил, девушка стоит в костюме, блин, там, нарядном, да, костюме в магазине. Понятно, они подумают, что ты тут не работник. Но была в кате и в маске. Потом заходит еще группа. Да, и такая бирочка. Я говорю, здравствуйте. Бирочка тут висит с ее именем. Я говорю, можно помочь? Да, и мне висело еще это. Я говорю, здравствуйте, можно помочь? Они опять такие... Отвернулись. Кто здесь работает? Чай им прислали в чай. У нее как бы все... Я вставлю потом фото. У нее как бы все... Такое все бальное. Ну, такой... Готический стиль такой. Прям это... И такая маленькая бирочка. Вот тут... Вот тут маленькая бирочка. Она серебряная. А, ну да, да. Бросается... Да, блестит. Прям там ослепляет. Я работаю тут. Ну, в общем, мы пошли обуваться и выбегаем. Сегодня есть что поделать. Еще братишка, наверное, ко мне придет. Звезда интернета будет у меня теперь. Все, пока. Смотрите, это наш торговый центр в нашем районе. Вот оно так выглядит. Сейчас я туда иду, чтобы купить продукты. Потому что магазин супер, который возле нас находится, он очень дорогой. И там вообще ничего нету. Просто как бы, ну... Там и ничего нету, и он очень дорогой. Вкратце покажу, что такое наши магазины. Это вот всякие корм, флексы. Ну, хлопья. Там сосиски, шмасиски. Ни одна из них невкусная вообще. Все гадкие, если честно. Поэтому мы покупаем мясо в русском магазине. Ну, тут всякие холодильники. Молоко. Много снимать нельзя, потому что тут вообще запрещают. Поэтому... Вот. Мне сейчас нужно... Я купил молоко попить. Мне нужно еще там яйца купить. Смотрите, вот они. Вот. И все. Да. Фух. Поднимался. Думал, помру. В общем, вернулся домой. Сейчас я быстренько покажу. У нас маленькая смена интерьера. Как бы я его покажу. То, что я хотел удивить Таню. Ну, типа, что она придет, будет красиво. У меня не получилось, потому что я должен кое-что было... Ну, эту вещь надо было забрать кое-куда. А это кое-откуда закрыто. В общем, смену интерьера сейчас покажу. Чтобы потом вы могли сравнить в следующих видео, насколько это изменилось. Обновка, по сути, маленькая, но кардинально меняет все. В общем, это как бы вход наш в зал. Как помните, кухня у нас была пустая. Вот. Что мы сделали, так это просто поставили наш стол. Купили скатерть. Клеенку. Нет, скатерть. Сверху такую целлофанную клеенку очень тонкую. Надо купить толстую. Ну, вот. В общем, поменяли просто как бы... Поставили просто стол. Но кухня стала уютнее и удобнее, что можно сюда поставить во время готовки всякие вещи ненужные, которые мешаются. Или тут сидеть резать. В общем, очень прикольно получилось. Плюс, тут будет у нас стоять диван. Диван будет стоять вот этот. Так как у нас нету... О, коробочка какая-то. Сейчас я ее уберу. Так как у нас нету средств купить диванчик, нам родственники, там, брат мужа моей тети, ну, в общем, как бы мой дядя, в общем, брат дяди дал диван. Диван хороший. Он буквально новый, просто у них коты, которые вот ободрали вот эту всю фигню. Плюс, а вот оно было только тут. Вот эти ручки ободрали уже наши коты. Плюс тут, если можно присмотреться, не знаю, будет видно... Да, на камеру видно вот всякие... Вот это они все дерут. Вот, мы поставим это, как бы... Это диванчик туда. Сейчас у них обеденное место вот тут, под вот этим... Как это? Полочкой. Красивенькой. Вот, а по сути, тут у нас будет пустое место. Для чего оно? В общем, Танин занимается ногтями. Она очень красиво делает ногти, там, с гелем, с... Кротоном. Нет, как он называется? В общем, с чем там его делают? А... Ну, она делала за вот этим кухонным столом. То есть, места не особо много, да? И... Что мы решили? Благодаря ее родителям сделать такую... Такой уголок свой. Вот. И этот уголок... Мы пришли. Не прошло и получаса. Прошло. Прошло? Ну ладно. Если бы ты отвечала на звуки, может быть бы и не прошло. Короче... Да, отработала. Решила вернуться, все-таки плохо чувствовала. А чтобы меня послушать изначально, как бы не вообще... Вот теперь, вот теперь... Я написала свои главные. И она мне ответила, что я прийду и как могу вернуться. Вот. Ну и я и вернулась, без разрешения, как бы... Без чего? Возрешение? Угу. Вернуться... Ну как бы не пойти, я бы не... Не пошел. То есть, я бы... Ну... Ничего. Да. Ой, красивая попка. На то! Скажи, давайте вам еще. Смотрите какая у меня. Даже остановилась. Я не делаю тебе больно, что ты на публику играешь. Потому что ты за попку трогаешь. Мой обрет. Короче... Вышла Таня на каньоне. Каньон это торговый центр. И он отсюда... Потому что кто-то пошел в супе. Я звоню, я пишу. Так, супер. Думаю, ладно. Вроде время не попасы. Пошел пятница, народу много в супере. Я очень шустрый, не забывай. И я вышла. Вышла. Пошла в этот супер. Пошлась по суперу. Да, народу много. Думаю, нет. В принципе, мало что нужно было взять. Короче, прогулялась она. А там супер идти 15 минут до дома. То есть, ну, достаточно далеко. А ты думаешь, я пешком ушла. А, ты поехала? Конечно. Я пешком ушла. А. Ну, и... Ну, и... Ну, да. В общем, этот диванчик, я уже сказал, будет стоять там. А тут у нас будет уголок Танюши. То есть, ногти делает. Очень красивые там. Как это? А, с акрилом, с гелем. Вот. Скоро на курсы пойдет. Вот. Что ты? Не так. Все не так. Как не так? Я уже была на курсах. 8 лет назад. Ну, была, да. 8 лет назад. А сейчас на профессиональные курсы, чтобы улучшить себя ведет. Это тоже были профессиональные курсы. Ну, так как ты мне рассказывала какие-то... Очень хорошие. Да. У нас здесь в Израиле вообще с этим проблема была в то время. И обучали только одним способом. Ну, и вообще обучение было никакое. Вот. И я в итоге толком этим не работала. Ну, так. По чуть-чуть. И сама пыталась как-то доучиться с ютуба, на форму, на формах как бы строить эти ногти. И потом, когда переехала сюда в Иерусалим, и здесь как раз место где-то дома заниматься, я решила, ладно, я возьму несколько мастер-классов. Я нашла одну крутую женщину, которая обучает именно подизраильские... Ну, да, куда-то. Она видит, видимо... Кого? Птичек или муху? И вот это. А сегодня... А, ну, социальный эксперимент мы продолжим. Я закончу просто. Да, давай. Нас просто отвлекли очень важные люди. У нас самые важные короли этой квартиры. Королевы, точнее. Да, королевишняя моя. Королевиша. Ой, ой, ой. О, пошеладкий. Ну, в общем. А-а-а-а! Злые дни! Ты злая? Давай еще, еще, еще. О, да, вот так вот тебе, вот тебе. Компостер, блин! А-а-а-а! Это она от Льви. В общем. У нас израильские... Хочу сказать коллективные, но это не коллективные. Люди, в общем. Израильские. Они очень терпеливые. Они хотят, чтобы зачат все было сделано. И вот она как раз учит таким способом. Это также клей Штипсона ногти. Но получается так же красиво. С аркой вот это вот совсем. Кстати, вот маленькая реклама. Насколько красиво. Это нет. Ну, покажи, покажи. Я не хочу. Это даже не очень. Ну, не важно все равно. Это на Тарапыгу она сделала вот такие типа корсета. Ну, она сделала это очень быстро. А если она садится и делает... Часа четыре. Часа четыре, то это выходит просто шикарно. Не, ну... Вообще-то не то. Вот. И она мне говорит, как бы, вместо того, чтобы брать кучу-кучу всяких мастер-классов, что это выходит почти по стоимости, как взять опять курс заново. Лучше взять курс там, где она... Там больше часов. И она мне объяснит все с самого начала. Вот. Поэтапно. И намного больше информации. И правда, что я круче сгорелась. И вот на этой... В следующей неделе. Во вторник. Да. Я иду. Ну, конечно, там будет поначалу не все как бы маленько лишнее. Вот. Но и все равно. Ну, и как бы мы тут будем делать... Помогут родители, ну, как бы, это... Их вообще инициатива была... Ну, и я рассказала, а папа мне такой... Ну, папа загорелся, и все, надо, надо, надо. Купим это, купим так, и все, все. Короче... Да, будет тут стол стоять, типа, вытянут вот так, чтобы тут сидела Таня, тут сидела... Ну, или наоборот, это как ее... Не наоборот, так точно. Я буду сидеть со стороны стены. А, подожди, стол будет вот так? Ну, конечно. А я думал, вот так, чтобы, типа, знаешь, на тебя дневной свет падал. Не. Ну, в общем, тут всякие шкафчики, там, полочки для лаков, шмаков, там, всякие машины, вытяжка какая-то там, я еще не видел ее, но... Не, вытяжку мы будем брать позже, потому что она дорогая. А, вы не купили? Мы купили на студию вытяжку, а есть еще крутая вытяжка, она всасывает на люту. Не, ну, вытяжка-то есть. И она запах тоже всасывает, и... Ну, она все всасывает. Она как тумбочка, наверное, с такой трубой, эта труба... Короче, там машина целая. Вот, и чтобы заказать ее в Израиль, с русского сайта, это выходит, ну, около двух, может быть, больше, тысяч шокин. Это... где-то шестьсот пятьдесят долларов. Ну, не знаю, ну, я говорю примером, может, больше, может, чуть-чуть меньше. Может, сама она стоит полторге в тысячи шекелей сама по себе. А, еще из-за доставки тысячи нормально? Ну, походу, это... Вот. И мы купили настольную, пока есть. Заказали, естественно, она еще не пришла. Вот здесь, да, будет стол, будет тумбочка, и будут... Когтяшками. Ну, типа, пенал такой, и... Не знаю, как это называется. Короче, когда это будет, мы покажем. Ну, да. Ну, а пока мы пошли кушать сухарики. Я накушал, я купил сухарики, которые очень люблю. Я буду их кушать. А Таня смотрит. Я все съем, тебе ничего не оставлю. Да? Ну, в миске все. Я съем, она поблизывает то, что я и съел. Кстати, сухарики, вот такие. Вот. Флинт. Я с детства обожаю кирьешки, у нас в Казахстане были кирьешки. Вот. А еще я колу для себя купил. Таня не пьет, поэтому я ее всю сам выпью. Вот, и в Казахстане были кирьешки. А тут флинт, они, мне кажется, вкуснее, потому что я... Я только купила. А колготочки порвем мы тут. Ну-ка. Пожалуйста, тебе по голове. Это нормально. О-о. У нас на камере эта веревочка, так она за ней. Сейчас, сейчас поиграемся. Жопа, ты срочно. Эй, ты мне затяжки сделаешь. Ну все, мы пошли. Где Элька? Элька, скажи привет. Ой, ты моя красавица. Ну, что, ну-ка, что тут? Ой, вкусно пахнет. Скажи, да не очень. Пробежали. Короче, смотрите, что я делаю. Я сегодня то же самое сделал утром. В общем, я набираю в ютюбе мяу, чтобы был звук лучшим. А, во, тут есть. И смотрите, что у нас получается. Сейчас я по максимуму сделаю громко. Так. Я включаю это видео и ставлю под одеяло. Смотрите. Сейчас они будут корябгаться и просто спасать, спасать. Свет такой звук. Они зубами и когтями и всем, чем хочешь. Пока не... Ой, порвите мне одеяло. Спасать, пытайся вытащить. Ну, сейчас дырку тебе прогрызут. Ну, что, спасли? Продолжение. Там длинное видео, так что мяуку недостаточно будет. Если мы делаем еще вот так. Сейчас, куда я телефон положил. Мм. Такие заботливые. Прям видно, что девочки. Прям все. Как мамки начинают спасать своих детей. Ну, я не думаю, что поэтому. Десантники ему. Мм. Мм. Правильно. Покусайте друг друга. В общем, ясно. А теперь, мне понравилось еще, как Элька делал. Я ставлю сюда. Сейчас я заново сделаю. Смотрите, она сейчас будет пытаться перевернуть телефон. Ого. Он тебе и так еле дышит. Сейчас я перевернет. Они слышат звук, не могут понять, где он. Типа. Правильно. Выключите эту гадость. Зубами, смотри, пытается. Зубами перевернуть. Ну, в общем, социальный... Ну, в общем, социальный... Остермент прошел успешно. Они при звуках помощи, о просьбе помощи своих соратников, бегут на помощь, как истинные... Ну, тут злоди не издевается над вами. Вот этот негодяй над вами не издевается. Да. Мы, кстати, еще не ели сухарики, поэтому... Это важная информация. Да. Вот так я с ними люблю. А они любят так с тобой? Да. Они очень любят... От них так пахнет вкусно. Ну, я бы не сказала. Особенно от Лильки. Мне нравится. Маленько, походу, не нравится. Я хочу вот так, очень вот так мучить люблю. Вот так. Стой, стой! Такие бейные. Все, пошли. Стой. Ну, все, пошли. Я кушать хочу. Кушать хочу, сухарики. Приятного аппетита. О, тапочки нашел. Все. Вот. Я говорю, Таня, ты красивее? Нет, так ты ее красивее. Здесь люди подумают. Ужас. Так вот он меня любит. В общем, мы после социального кошачьего эксперимента... На самом деле, это никакой не социальный. Мне просто слово понравилось. Просто новое слово выучил. Дай-ка я его буду применять теперь везде. Слышь, я его знал вчера. И у нас есть такая... Ну, она уже кончилась. Конфетка. Называется золотая... Лилия. Золотая лилия. Это... Очень вкусно. Ну, шоколадная конфетка. Внутри тупо карамель. Но это не просто карамель. Это... Подожди. Это как крем-карамель. То есть, не... Да. Это карамель, как в Сникерсе. Нет. Ты заляпал камеру. Чем это ты заляпала? Это ты ее поцарапал. Это ты? Не трогай ее. Короче. Я вообще-то с камерой хорошо. Это вот твои подруги ей вчера. Да. Поцарапали. Ставили... Мамашка. Да. Вот. Мы поспали. Сколько мы? Часов 12? Мы потом... А, легли? Да. Не знаю. Ну, где-то в 12 легли. В 3? Я встала? Или в сколько? Я не помню. Да. Ты где-то в 3 с половиной встала, а я встал в 5 с половиной. Я тупо не мог проснуться. Я настолько хотел спать, что просто не мог проснуться. На самом деле я тоже. Как будто я не знаю, не спал, наверное, неделю. Угу. Вот. И мы сейчас доедаем эти конфетки. И... Досматриваем фильм «Пантера». Да. «Пантера». Который так себе. Замечательный уровень такой. Советую посмотреть. Да. И у нас продолжится выходной тем, что будет уборка. Ммм. И готовка еды. А кто-то мясо не вытащил. Значит, сегодня не будет кушать, да? Да. Если бы не кушать. А я... Мы поели, кстати... О, мы поели супчик, который я сделал. Пересолил. Я, короче, сделал супчик. И когда... Ну, рисовый. Там с бульоном. Все шикарно. Все круто. А потом положил рис. И когда я его высыпал из-за этой штучки... У него как будто бы... У меня пересыпалось. Полпачки, блин, специально. У меня столько струлька. Большая. Думаю, да. Это будет маловато. Высыплю-ка я полпачки. Нет. У меня я нечаянно высыпалась. Вот. И получилась чуть каша. Потом я еще водой разбавил. Ну, еще соленый я это как-то сделал. Почему-то непонятно. Как так получилось. Потому что ты любишь соль и ты столовыми ложками ешь. Если бежал столовыми ложками, я бы помер давно. Ну, ладно. Я потом добавил воду, прокипятил. Я когда ее купить, кипятил, поставил на мелкий огонь и вышел. И забыл про нее. Прихожу, а она все вверху. Половина вытекла. До сих пор все засрано. Ну, вот сегодня и помоем. Помоем. Ну, да. Все же форум. Я кем буду стоять и подъешь. Давай, давай. Вот. И мы поели очень вкусно с зеленым лучком. Хлебушек. Вот так берешь лучок. Вот так полностью вот так его засовываешь в соль. Чтобы он был не зеленый, а белый. И вот тогда очень вкусно получается. В общем, пойдем дальше продолжить. Мы закончим смотреть. Да уже почти закончился. Да. Сейчас самый трогательный момент. Ну, фильм, кстати... Такси. Ну, отключновато, на самом деле. Он не так себе. Вообще не так себе. Просто не то, что ожидал. Ну, то есть чуть-чуть не то, что ожидал. Чуть-чуть дофига не то, что ожидал. Нет. Кстати, вот самое интересное, это в конце. Там будут... Ну, так надо все подумать. Нет. Когда там показывают, типа, после титров, вставку... Да, после титров самое интересное. Ну, да. Вставку для следующего фильма будут показывать там отрывок, чтобы нас направить, чтобы примерно мы знали, что будет. Это уже как бы в конце, ну, в фильм уже... Отсылка к фильму «Войне бесконечности». Наверное, это будет там, где Танос, ну, кто в курсе, найдет вот как раз-таки в Аканде «Камень души». А кто не в курсе, как я? Хотя... Так много о чем говорить. Хотя, не знаю, если ты так... Ну, в общем, сейчас посмотрим. Смотрю и смотрю. Да. Ну, все. Ну, пошли. Здравствуйте снова. Короче, меня сегодня набомбило. Меня подвезло, налетело. Короче, как хотите. Насчет курящих девушек. Нет, она не курящая. Мне повезло. Вот. Пока я шел с магазина... Я еще пока под вопросом, если тебе повезло. Я не про сигареты. А. А, ну, тогда повезло. Я пока шел с магазина. Я встретил... Я не знаю, как это в России, но я встретил, наверное... Сейчас скажу. На самом деле он дед Ворчун. Да. Шесть или... Нет. Шесть или семь, короче, курящих девочек. И не девушек, а именно девочек. То есть до 20 лет. То есть, ну, не старше. Ну, во-первых, ты проходишь, и это воняет. Это настолько воняет, что, ну, просто рвотный рефлекс какой-то. То есть ты задыхаешься, у тебя еще рвотный рефлекс. У меня вообще башка начинает кружиться, когда я смотрю в этот... Смотрю. Ну, как ярко. Ну, как его? Нюхаю. Там, как бы... Проходишь очень сильно это. Ну, в общем, опять, ну, не знаю, как в России, но в Израиле тут распространено начинать курить, бухать и вообще делать, что ты хочешь, лет с десяти. Вот, честно, я работал в супере в магазине 24 часа. Я по ночам работал, когда первый год учился. Ночью, ну, ночью, как бы, там, с одиннадцати до трех ночи 80% тех, кто проходили, заходили в магазин и так далее, это были школьники. Просто школьники. В говно бухие, обкуренные. Я не знаю, что они там вообще... Ну, просто капец. Короче, меня это настолько бомбит, мне просто хочется реально подойти, там, не знаю, там, эту сигарету куда-нибудь взять и засунуть горящую. Причем, просто настолько я это ненавижу, что... Вот. Мне пофиг, они могут курить, да. Но вы делите там, сделали бы отдельные какие-то там, ну, знаете, такие будки стеклянные, чтобы они там курили, закрылись, вакуумом, блин, обмотались, чтобы задохнулись там и все, и вот курили бы у себя. Но зачем курить? Причем любят курить, где там на тропинке такой, да, где люди как бы ходят, и дети, и с колясками, да, и старики, и вообще просто люди, которым, ну, не знаю, блин, астма у них. Курят и пыхтят, короче, идут перед тобой, ты пытаешься их обогнать, они куда-то специально, короче, это, выпускают, ну, увеличивают шаг, чтобы ты не обогнал их, типа, на, фу, нюхай, нюхай. Вот, и в общем, не курите. А я пошел мыть посуду, потому что ее очень много набралось, там уже не из чего кушать. Это было познавательное, что у меня еще. Вот, вот, сейчас отечки поправлю, сейчас, о, какая прическа у меня. Да почему не видно? А ну-ка ты сфоткай, че это? Ну-ка сфоткай мне, прическа какая у меня. Называется гребешок. Ну, а так не видно, выпрямь голову. Выпрямить? Красавица. В общем, да, прям как Танюша. Похожая. Припыленная. Ну, короче. Припудренная. Она сделала ногти, но не покрасила, поэтому покрасила. Сейчас просто уже третий час ночи, а я тебе пылила не спеша. В общем, не видно, и слава богу. Ну, розовенькие. А мне прикалывает этот цвет, розовенький. Оно недоделано. Оно... Почему-то задний фон. Вот так вот, так вот. Сейчас я... Опа! Поняла? Это лайфхак такой. Лайфхак. Ну, в общем... Сейчас допью челек, допью. Начнем пить. А я сел поиграть. Как и везде. Ну, кто-то зато сделал вкуснячий салатик. Да, только у меня майонеза не хватило. Сделал... Ну, все равно он был очень вкусный. Называется... Осенний. 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 Ладно. Осенний салат. Там, короче, очень-очень тонко режешь ингредиенты. Три из них это овощи. Нет, четыре из них. Ну, короче, это морковка. Это капуста. Огурец. Это огурец. Тонко соломинкой. И потом вы режете колбасу тонко соломинкой. И также тонко соломинкой картошку. А потом это просто перемешивается, ну, солите и перемешивается с майонезом. Вот только проблем у нас майонеза не хватило. Но салат изумительно вкусный. Да. Я вместо... Ну, капусту я не совсем тонко, но тонко, допустим... Все, посмотрели, хватит. Я думаю, что много салатов надо делать. Я хотел колбаску взять. Я много нарезал, я нарезал столько, сколько было. Колбасы больше нет. А в игрушку я играю вот такую вот. Я... Кто это? Это Counter-Strike. Я раньше не любил Counter-Strike. Но потому что графика голимая. И вышла вот Global Offensive называется. Новая. Ну, как новая? Она в 2012 вышла? Ну, для меня новая. Ты спрашиваешь? Нет, я тебе говорю. Она для меня новая. Я играю всего... Ну, наверное, недели три. Вот. Да? Немного? Вот. И... Ну, прикольно. Меня выкинули. В общем, мы пойдем спать, потому что уже почти пол третьего ночи. Точнее, я буду спать, он, скорее всего, продолжит играть. Нет, я тоже пойду спать, потому что у меня завтра работают. Я, кстати, завтра работаю. Сочувствую. Да. Очки падают, уже бесит. В общем, завтра с трех часов работаю. И это как бы выходной с... Ну, у всех. Суббота. Да, суббота. Это суббота у нас, как в России, воскресенье. Как везде воскресенье. Только в Израиле субботу дыхают. Ну, я не считаю арабов. У них там кто-то в пятницу, кто-то в субботу, кто-то... Тоже фиг поймешь. А дети вообще учатся 7 дней в неделю. У какого? У мусульман. Вроде. Умный? Да. В общем, мы пошли спать. Всем спокойной ночи. И до завтра. А завтра Таня сфоткает, как сделать себе уже, может, и дрессует. И то, что она приготовит. Она что-то приготовит. Не знаю, я успею с собой взять на работу это. Успею. Ну, это раньше встану. Ну, максимум чего-нибудь другое придумал. В общем, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok